добрый день мои дорогие я опять с вами хандра моя прошла и естественно появились новые ароматы я сейчас в ромавире уехала из зимней москвы еще в марте месяце сразу чего-то захотелось очень вкусного очень красивого но и вот я опять с вами так что до перехандрила как девочки писали перехандрить и снова будете снимать куда же от этого деться раз мы такие вот парфуманьяки но не будем долго говорить время дорого интернет дорогой поэтому сразу приступим к делу я вам покажу свои ароматики которые у меня здесь появились ну и как всегда естественно расскажу о своем восприятии их вот смотрите такой интересный аромат а у меня появился я увидела его на одном из сайтов девушка продавала такой вот остатчик который называется кинзо от кинзо но так история покупки этого аромата такова что я будучи еще в москве марте месяце зашла в риф гош и мне очень понравился сэ самбо вот тот аромат который чем-то напоминает в начале эдем жидкость там более такая светлая и вот зелененькие листики если помните на коробочке нарисованы здесь еще аромат лемонт точно в таком же красивом флакончике действительно произведение искусства но тот уходит в такую грейпфруктовость свежачок такой но вот сэ самбо раскрылся на мне шикарно я просто в него влюбилась сначала вот он напомнил мне дым а потом он ушел в такие нотки которые присутствуют вот слоненки я его обожаю носить летом в такую термоядерную жару он просто гасит эту жару ощущение что я где-то в индии ну и когда девушка прислала мне людмила из поля вот этот аромат она говорит на коробочке у меня не было ну видимо по описанию просто такой вот цветочек она его выставила как сэ самбо на самом деле оказался кэнзо путаница этой произошла еще давно если почитаете на франкратике там описанная история этих флакончиков и поэтому получилось но для меня это было неожиданно и я очень рада что этот аромат появился у меня он очень красивый очень это вот пример настоящего французского парфюма раскрытие идет очень долгое очень шлейфовые он в жару конечно раскрывается намного лучше и уходит вот я начала его когда она мне послала еще как-то было холодновато ну как холодновато до 20 где-то было как-то такой какой-то этот самый как это называется циклон в армавире что было холодно где-то 8-9 градусов а он немного начал замыливаться а потом когда уже температура где-то после 20 сейчас конечно очень жарко все цветет под окном у меня благоухает деревья каштан впереди парк все это конечно вызывает ужасную аллергию у меня пью таблетки но от парфюма не отказываюсь скажу так но это все проходит где-то уже к середине мая у меня обычно это до середины мая потом все уходит он этот аромат бесподобен вот я вчера была в нем он требует конечно очень простора воздуха шлейф от него нет этой мелкости ну в общем аромат шикарный что тут у нас появилось еще еще появился вот такой вот красавчик я вам сразу покажу коробочку что было ясно это и сэй мияки сэнс немножечко мне что с освещением здесь не очень но я надеюсь увидите такое мимичка 7 миллилитров очень красивый аромат мы с наташей забежали в магазин что-то быстро-быстро самое ехали и нужно было что-то решить очень быстро не когда было знаете как обычно подходишь к парфюму там рассматривающего тут я его на руку нанесла выхожу на улицу ну боже какая красота что это что это что напоминает ну и как вы думаете что напоминает напоминает он мне вот этот мой красавец кристалл от шанель уже немножечко осталось но поскольку флакончик уже можно сказать винтажный этот аромат где-то ему лет 15 сейчас мне доченька Нина предлагает целых сто милликов кристалл и 19 шанель я говорю немного попозже потому что этот аромат он у меня всегда в коллекции я его очень люблю он мне спасает от головной боли потому что когда у меня болит голова там какой-то компонент который вот расширяет это понимаю сосуды и что касается сэнса от эсэмияки да то он немного вот в обоих присутствует гиацинт вот эта гиацинтовая нотка она конечно их роднит но он более мягкий и вы знаете вот когда говоришь о настоящем французском парфюме не о вот этих сушечках которые наполнили сейчас о полке всех магазинов то действительно о нем можно говорить как о шедевральном конечно произведении это сродни многим ароматом который называется высшие парфюмерные школы что здесь у меня еще да и в этом же магазинчике я нашла вот такую вот милечку но причем это вот такой вот с пульверизатором это любимый аромат танюшки моей любимицы из италии танечка боносэра милокаро называется он ли энви 2 коробочку я вам покажу вот знаете что такое освещение у меня сегодня такое ужасное в другой комнате снимаю гуччи энви ми-2 то есть зеленые энви зеленый ой бедный флакончик поиздевались над ним конечно поломали крышку я его видела еще по-моему в прошлом или позапрошлом году никому он не нужен там стоял лежал у них где-то внизу в этих пробниках и я в том году его тестила но мне не понравилось потому что было очень жарко вот тут я понимаю что у меня как-то вот мёх настроен мой вот эти вот рецепторы настроен на то что я сразу слышу базу когда я открыла этот флакончик нанесла на руку девушка рада была что она мне его продала забирайте забирайте и тестите и и забирайте вот поэтому сразу услышала мускус мускус тот что присутствует вот гуччи бай термоядерный конечно этот любимец мой бай я его оставила в москве здесь у меня только маленькая минька я конечно этот аромат обожаю я считаю что это аромат шедевральный из из того что я вот конечно моей коллекции это один из шедевров коллекции вот этот мускус ну там мускус животный вот такой хищник на фоне кофе на фоне такого сада райского ну в общем описать его конечно невозможно то здесь мускус более спокойный и потом он начинает на мне раскрываться уже цветами но почему-то очень маленькая стойкость я здесь нашла один фланг флакон в одном магазине но как я посмотрела лимит лимитет и я так поняла что это сиквел какого вот на каком-то сайте продают написано сиквел аромата то есть продолжение продолжение это значит кто-то взялся уже его делать по лицензии скорее всего то же самое девушка разрешила мне затестить да очень красивое скрытие тот даже тоже восприятие именно сразу идет у меня мускуса я поняла что это оно и есть но если этот аромат ведь он старенький такой вот и крышка уже поломанная и стоял у них там бог знает сколько что он подлинный конечно тем более что он в этом с пульверизатором с таким то вот по поводу этого аромата я как-то засомневалась потому что цена будем говорить не очень большая я не думаю что он стоит как винтажный аромат а тем более на сайте написано что сиквел аромата скорее всего они где-то по интернету заказывают а потом здесь вот продают я как-то засомневалась и не стала его брать и дальше что значит у меня здесь появилась это вот красавица железе конечно современная версия вот такая коробочка и вот такой вот красивый флакончик ну что об этом аромате говорить о нем нужно говорить много можно говорить просто что это железе что это аромат из разряда того что я называю у меня была подборочка ароматов как-то давно я делала просто там было ужасное качество записи это то что я называю золото на черном это вот мой знаменитый гейм от ванклиф это вот несколько ароматов мне тут оказалось это вот машину арчик вот такая вот у меня маленькая это органза но хоть она не в черной коробочке а вот это вот я в том году эту минчику покупала органза но все равно здесь получается черное на золоте вот это семейство золото на черном это то что говорят настоящий французский парфюм это классика единственное что вот эта современная версия она немножечко как бы горчит уходит в такую вот резину оно скорее всего бензоин так дает себе знать но это то что напоминает мне немножечко в раскрытии сони раке у меня тоже вот в москве осталась пенечка я не стала сюда брать но аромат конечно чем-то напоминает мне глорию вандербильт вот эти лебедь но девочки не знаю что я как-то попробовала его носить стойкость меня конечно удивила то есть но можно сказать ее почти нет или он не настоялся попробую потому что я взяла его в магазине он буквально свежечок такой был попробую конечно его выдержать может быть он настоится и будет лучше но с гемом я не могу его сравнивать потому что там чистые духи здесь яда парфон или кожа у меня горячая но в общем во всяком случае как-то очень быстро он с меня слетел и что у нас тут дальше пошло ага вот один из представителей семейства золото на черном как же правильно сказать стаж стаж наверное стач это сара джессика паркер вот сейчас вот видно да сара джессика паркер первый аромат моей коллекции от этого этого бренда хотя это очень хотела но мне почему-то там ломанда не понравилось и вот такой вот флакончик я когда его ниночка мне предложила дочь я говорю фу-фу-фу она вообще такие ароматы не любит и тут я раскрываю ну и вот девочки я не знаю как это объяснить то есть слышу то что когда-то идет снизу по пирамиде вот для меня это аромат это чисто индийский сандал вот если моей сверстницы помнят наше время были семидесятые но тогда я совсем была девушкой но где-то вот в конце семидесятых годов это был индийский сандал такие вот пузыречки очень красивые по моему что-то с голубым там я уже не помню как это выглядела карабок но помню сам флакончик а что можно о нем сказать чистый сандал в чистом неразбавленном виде хотя пирамида очень сложная и прочитала мнение одного молодого человека вообще-то идет как унисекс и он говорит девушки я обожаю этот аромат но вы пожалуйста и мне пользуйтесь вот исходя из своего опыта ношения носки духов что я могу сказать вот индийцы конечно они мудрые в этом плане но вы знаете своеобразность климата и так далее они пользуются сандалом когда мне привезли такую бутылочку настоящего сандалового масла говорят и и даритель мне сказал что как говорят индийцы если женщину намазать сандаловым маслом то она будет сладкая вот это действительно так но вот по практике применения ароматов в восточных странах и таких как индия то этот аромат конечно если нанести в область шеи или где-то там в районе декольте нет это не пойдет этот аромат извините девочки за интимность нужно наносить в районе пупочка так же как вот арабский аромат один из моих который стоит я не стала его сюда там хижина бедуина я ее называю там присутствует песочек там прям ясно написано что лучше его втирать в области пупка именно этот аромат такой мелкий мелкий песок я как-то о нем рассказывала и почему на востоке так вот эти свободные одежды все это аромат снизу поднимается окутывает вас таким коконом облаком шикарным аромата и вы находитесь как в коконе поэтому Наталья моя сразу отпила она очень обожает сандалы и применяет вот эти ароматы и чисто по назначению понимаете о чем я говорю ей это очень нравится она у меня такая смуглая девушка как говорится с горячей кровью на ней он раскрылся конечно шикарно ну буду держать так иногда может быть где-то как это говорят под коленкой помажу хотя я уже пробовала наносить и мне очень он понравился резкость вот этого начала уходит действительно появляется область стойкость неимоверная попадая на вещи он пахнет до стирки вот вчера я нет позавчера я была в сарафане и сарафан уже в стирке потому что он не выветривается и что у нас тут еще осталось да я вам просто расскажу про один аромат он появился мне еще в том году мне сестра его передарила остаток аромата как он у меня прошел незамеченный не снятый ну здесь в принципе очень ну как бы мелька в десять наверное это и я десеслей номер один вот я его даже в москву не стала брать думаю там тоже много ароматов оставила здесь но сейчас я понимаю что этот аромат конечно можно использовать в жару такая обдушина знаете вот кедровый лес шишки сейчас сейчас минуточку еще восприятие сделаем ой какая прелесть ну вот конечно чувствуется вот эта кедровость этого аромата и такое ощущение как будто знаете он гасит жару но аромат настолько благородный настолько породистый как бывает породистое лицо у королевских особ я не говорю о газобурках будем говорить как учиты монако дочерей породистые лица вот так же этому аромату присуща именно такая породистость очень красивый шлейфовый благородный но он конечно уходит в не секс я думаю что на молодом мужчине он будет шикарно выглядеть да бесподобный и еще что ну здесь вот появилась у меня такая маленькая кто-то мне подарил Мон Эвиденс от Ифраше ну это так это Викулия хотя мне он напоминает Мадмуазель Коко чем-то то что я не люблю но он немножко помягче ну и так ируба и девочки вот этот вот последний флакончик мы с Викулией его просто схватили схватили и убежали это метеориты от Герлен и честно говоря меня этот аромат очень удивил ну вы знаете палитра красок в ароматах Герлен очень разнообразно это можно сказать шикарно старейшие из домов парфюмерных Европы ну вот есть у меня лимон бэрде по-моему ну как колонн много там чего в Москве осталось здесь Мажестик потом что там у меня еще Монгерлен ну это вот то что зимние ароматы пудровые а здесь я как-то мимо него прошла даже не стала зимой потому что получается что я зимой в Москве и вот эти ароматы летние они проходят мимо меня а здесь в такую жару в армавире ой мы свекулей нанесли его боже какая красота это вот знаете легкое такой цветущий какой-то яблоневый сад и где-то такой запах яблочко еще он присутствует какая-то малинка что-то здесь сейчас карамелька карамельные такие леденцы но и потом уже пудрочка но он настолько легкий настолько я не скажу что его не слышно он слышно его на протяжении восьми часов но и можно вливаться Викуля вот у меня сразу сделала ей отливантик она сказала все Люба отливай и я ей отлила она с удовольствием им пользуется но я конечно придерживаю ее желание потому что нельзя так немного нужно поостеречься парфюмерии нагружать себя этими запахами ну когда она допустим куда-то идёт на свои мероприятия она пользуется этим ароматом и я думаю летом я его буду носить с удовольствием ну вот девочки мои дорогие все а вот еще чуть не забыла значит я как-то рассказывала об одном аромате от новой зари вот этот коробочка называется сельсом де десир значит у них три аромата которые голубой розовый и вот этот зеленый и вот я его привезла с собой сюда потому что он у меня уже стоял где-то больше года наверное зиму он у меня совершенно там не пошел но там тоже очень большое количество ароматов думаю дай-ка я его возьму с собой в армавир и посмотрю как он будет раскрываться и вот тут он конечно раскрылся для меня во всей своей красе это то о чем я тогда писала и говорила что это ком де гарсон двоечка серебряный флакончик который я так и не купила оно большой объем думаю я просто не осилю все эти ароматы и нашла именно замену в этом парфуне от новой зари вы знаете вот никогда бы не подумала что за такие смешные деньги можно купить такой шикарный аромат но у меня кожа горячая а тут Викуля она уходя в школу вот когда она у меня оставалась я говорю ты чем-нибудь это самое брызнися только этим только этим и вы представляете она где-то уже вечером вечером после школы она значит приходит я говорю о чем это вкусно пахнет у нее кожа холодная вот она немножечко не в нас она в отца и вы знаете я у нее на шейке я услышала запах молекулы 0.1 вот на себе я вот этот запах ну это когда вот близко к коже принюхиваяся можно услышать на себе я как не пыталась куда бы я его не наносила я молекулу 0.1 не слышу на ней я ее услышала и потом Наталья подтвердила да действительно пахнет вот эти отголоски этого аромата пахнут молекулой 0.1 но это вот именно на девочке и с холодной кожей поэтому вот такие метаморфозы может быть кому-то кто не имеет возможности купить кон де гарсон конечно он не из дешевых ароматов или напоминают еще вот что-то от гермес по-моему я думаю мэрвелис напоминает какие-то эти мэрвелисы вполне реальная замена а уж молекула 0.1 если кто на себе услышит это будет вообще шикарно ну вот мои дорогие все на сегодня я надеюсь что вы не будете хандрить так как я не будете отказываться от того что нам дорого и то что мы любим я вам всем как всегда желаю самое главное здоровья чтобы вы были счастливы чтобы вы не болели а это все проходящая суета суета я вас всех люблю до свидания